Приветствую вас! Полагаю, что мужчина раздражает вас, потому что выступает для вас, как бы таким, знаете, неотвратимым, незаменимым, по вашему мнению, средством для того, чтобы не быть одной. Мужчина раздражает вас потому, что вы понимаете, что в целом, это не тот человек, которым вы бы хотели быть, а в целом, этот человек тянет вас назад, в целом, это человек, жизнь которого идет, наверное, по ниспадающей, раз он пьет, раз вы предлагали ему выбраться из-за порта. То есть, это, по сути, алкоголик, если я правильно вас понял. И вы связали жизнь с ним, понимая все негативные стороны этого решения, только потому, что вами движет вот это вот ваше желание. И вы это желание по-другому удовлетворить не можете, и из-за этого вы привязываетесь к этому мужчине, вследствие чего вы в нем видите своего врага. То есть, как бы, вы свой собственный негатив переносите на него, из-за того, что он, как бы, его вините в том, что вы к нему привязаны, что он вам нужен. Хотя, в действительности, мужчина-то, как бы, ну, наверное, не виноват. То есть, он вам не должен ничего. Он пил, я, правда, непонятно, пил ли он до вашей встречи или после, но, тем не менее, тут момент другой. Это ваш третий брак, и, среди по всему, третий брак уже не выдачен. И, совершенно очевидно, что во всех браках, в том числе и в этом, вы делаете какие-то определенные, отдельные, но системные, повторяющиеся ошибки. И вот с этими ошибками нужно разбираться. Например, почему вы не хотите жить одна? Все ваши потребности. Если вы не хотите жить одна, значит, вы боитесь одиночества, или, если не боитесь, то оно вам не нравится, оно вас не устраивает. И вы нуждаетесь в комнате, чтобы жить с кем-то. Получается, что вы нуждаетесь в человеке и уступаете с ним в отношения, нуждаясь в нем. Если это так, если вы уступаете в отношения, нуждаясь в комнате, значит, вы ставите себя априори ниже человека, потому что вы в нем нуждаетесь. И о разноправных отношениях, о независимых отношениях, речь не идет. Соответственно, нужно вам освобождаться от этого, нужно перестать бояться одиночества, нужно хотеть быть одной, точнее, хотеть быть в уединении, потому что одиночество – это выноси на уединение, нет. И тогда вы будете более тщательно, более, ну, может быть, недоропливо, может быть, более придирчиво выбирать себе партнеров. Ну, например, почему вы помогали мужчине выбраться из-за пола? Почему вы решили разделить с ним это, а не учли от него? Правильно, вам перед вами двигало нежелание жить одной. Понятно. Но нежелание жить одной, это начать желание жить с кем-то, то есть восприятие человека в качестве средства. По сути дела вы воспринимаете своего мужчину как средство. Он вас раздражает тем, что он к вам прикасается, по дому вам делать ничего не хочется, как хозяйство вы ваше общее имущество и желудочное воспринимаете, готовить вам дожи не хочется и дома вы не занимаетесь. Потому что мужчина дала вас это кресло для достижения своих желаний. А он – самоцель. Мужчина, да и любой человек в отношениях – это самоцель. И для того, чтобы воспринимать человека как самоцель, нужно просить о быть независимой от него. Нужно просить и все свои желания уже удовлетворить. Я имею в виду личные желания. Ваше нежелание жить одной, то есть вы не хотите жить одной, это личные потребности. И вы эти личные потребности пытаетесь взлетать через другого человека. Естественно, мужчина не может не чувствовать это. Естественно, мужчина не может не знать этого, не может не ощущать, что вы в нем нуждаетесь. И это понижает вашу ценность в его глазах. Отсюда все проблемы. Ну, в принципе, наверное, все. То есть нужно анализировать ваши отношения с мужчинами, все отношения. Возможно, имеет смысл проанализировать ваши детско-родительские отношения. Возможно, стоит присмотреть ваше женское поведение, ваше желание, сферу потребностей. Я бы сказал, что какие-то потребности вам нужно будет удовлетворять самостоятельно. То есть это предполагает личностный рост, это предполагает освоение культурных ценностей, это предполагает доверие своим желаниям. Удовлетворение их не через кого-то, а напрямую, напрямую только. Вот, в принципе, и все, что можно вам пока что сказать. То есть вы не могли, не смогли отказаться от записи, ну, от росписи в ЗАГСе. Не смогли отказаться, не смогли отказаться почему, что вами двигало. Вот разум, рациональное начало, вам говорило, зачем вам все это? На потребности и желания твердили свое, верно? Какие это желания? Их нужно определить. И их нужно удовлетворить. И если вы их удовлетворите, выяснится, что мужчина вам не так очень нужен. Понимаете? Не нужно бояться остаться одной. Не нужно бояться быть в уединении, это нормально. Но уединение, в отличие от одиночества, это сознательное стремление человека к замуж, чтобы быть одному. А одиночество – это вынужденное. Это вынужденное состояние. И вот если вы сознательно придете к кому-то, вам можно побыть одной. Если вы в уединении будете видеть положительные черты, положительные моменты для себя, то вы и бояться его не будете. Вы принадлежите сами себе, вы хозяйка сама себе, вы делаете все, что хотите, ни от кого не зависите, но при этом, как равноправный человек, вы имеете полную свободу в общении с другими мужчинами. И если кто-то вас устраивает во всех отношениях, соответствует идеалу вашему мужчину, например, или типа су, или просто зацепил вас, никто не мечтает вам вступать с ним в отношениях. Но только по обоюдному желанию, только по взаимному согласию и полной уверенности, а не так, как вы ради чего-то. Ради чего-то отношения не строят. Это отношения по расчету. Отсюда у вас и раздражение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok